21 мая Брещина стала пятой по счету областью, принявшей активистов Союза писателей, путешествующих по регионам страны. Участники делегаций из 30 человек, в числе которых поэты, прозаики, литературные критики и сотрудники СМИ, приехали в Брест, чтобы своими глазами посмотреть на белорусские реалии, о которых патриоты слагают свои бессмертные строки. Первым группу гостей принял губернатор региона Константин Сумар. Я хочу вас от души поприветствовать на нашей Брестской земле. Мы всегда рады гостям, тем более людям творческим. И надеемся, что посещение нашей Брестской области оставит вас хорошее впечатление, вот только без начала, которое возможно получит предложение каких-нибудь в ваших писательских трудах. Прием в областполкоме прошел на дружественной волне. Константин Сумар подробно рассказывал писателям о сельскохозяйственных достижениях Брещины. И это неудивительно, что творческую интеллигенцию заботит экономическое состояние страны. Будет хлеб, будет и песня. Тему развития самой белорусской литературы писатели также обсуждали с увлечением. У нас же есть и прозаики, есть и публицисты. И я думаю, они подчеркнут посещение наших промышленных объектов, сельскохозяйства Брестской области. Подчеркнут для себя хорошие темы. Увидят для себя хорошие примеры для своих произведений. Я имею в виду людей. Смогут, так сказать, увидеть прототип своего героя. В рамках визита делегаты встретились с городской администрацией, посетили Брестскую крепость, предприятие города и пообщались со студентами университета имени Пушкина. В ходе разговора оказалось, что некоторые студенты-филологи уже затачивают и испытывают перо своего таланта, участвуя в литературных и поэтических конкурсах. Другие не признают отечественные тенденции, протаптывая свою собственную дорогу в большую литературу. Если бы эти письменники писали неким чинам про молодь, не про пасторальную романтику, а про то, что трапляется в городе, в неких великих мегаполисах, это мог быть было бы циколище. Я не мог в свой час поправить ситуацию, потому что наша белорусская цензура забанила моё номер. Поэтому, что же я могу сказать, буду неким чинам пытаться еще что-то сделать. Надеюсь на то, что будут читать, что затекаются, почуют нечто, затекаются, прочитают. А это всё на корысть будет, читание завсёдно на корысть, тем больше литературы не коммерциализованной, а соправданной. Что бы ни говорили скептики, брещане читают. В библиотеках, транспорте, дома или прямо на улице, на бумаге или жидкокристаллических дисплеях, произведения мировых или белорусских классиков. Брещане читают, но очень редко читают своих соотечественников. Поэтому вопрос популяризации родного языка и литературы всё ещё остаётся актуальным в культурной среде.